Действительно, понятно, что все мы чаще всего читаем клинические исследования, клинические работы, но когда речь идет о каких-то новых, вновь открываемых механизмах, молекулах, препаратах, первое, что появляется, это экспериментальные работы и исследования, и чтобы их было проще читать, интерпретировать, понимать, на каких моделях все это изучается, какие у них есть плюсы и минусы, попробуем обо всем этом сегодня поговорить. Очень нравится мне эта фраза, поскольку, конечно, нет идеальной модели, ни животной, ни клеточной, которая бы максимально точно отражала ту ситуацию, которая происходит в организме человека, пациента, но, тем не менее, это единственный инструмент, который позволяет нам проводить исследования. Поэтому все мы видим, все мы знаем вот эту четырехступенчатую. процесс разработки новых, например, препаратов от молекулы до клинических испытаний регистрации, поэтому сегодня мы поговорим вот про эту третью стадию. Экспериментальные исследования в онкологии проводятся и нужны нам не только для того, чтобы изучать новые препараты, но, безусловно, для того, чтобы изучать то, что происходит в опухоли, механизмы развития, прогрессирования, метастазирования. Кроме этого, это, естественно, очень удобная платформа для скрининга большого числа молекул, то есть то, что еще не стало препаратом, но только ищем, что из них будет активным. Поэтому это очень удобная и эффективная платформа. Понятно, что есть два основных направления в экспериментальных исследованиях. Можно проводить исследование инвитро, то, что мы называем в пробирке на клетках, либо же второе – это исследование инвиво на животных. Исследование на животных, безусловно, вызывает большой резонанс, причем не только общественный по причинам этики, но также даже в научных кругах с точки зрения, что на самом-то деле воспроизводимость того, что мы получаем на животных моделях, в дальнейшую клиническую практику, она крайне невысока, как мы посмотрим дальше. Но все равно реальной альтернативы на сегодняшний день у нас действительно нет. Пару слов про исследование инвитро. Опять же, две возможные модели, которые можно использовать. Первое, когда в исследованиях мы используем стандартные клеточные линии. То есть, когда вы читаете статьи, вы видите фразу, что клетки были получены из какой-то коллекции, биобанка, университета, или даже иногда будет ссылка, например, по которой вы можете пройти и прочитать подробнейшее описание этой линии. Это совершенно однородная клеточная линия опухолевых клеток. С одной стороны, это и ее преимущество, потому что мы будем получать, по сути, можем потом повторить эксперимент на этой же клеточной линии, получить сопоставимые результаты. Но, с другой стороны, это же, безусловно, ее минус, потому что встает вопрос, насколько эти клеточные линии репрезентативны. Здесь не идет речи о каком-то микроокружении, про что нам только что рассказывали, Леонидович, нету никаких стромальных компонентов. То есть, ничего, кроме действительно этих совершенно одинаковых, однородных опухолевых клеток. Поэтому есть второй вариант также исследования инвитро. Это так называемые первичные опухолевые клетки. В данном случае уже, когда мы читаем такие статьи, мы не видим вот этих аббревиатур названий клеточных культур, не видим какого-то биобанка, а написано конкретно от кого, от какого пациента с каким диагнозом был получен материал, биопсийный или операционный. И потом в последующем, без какого-то длительного культивирования, эти клетки также все равно переводятся в клеточную линию, либо здесь даже, возможно, в сфероиды. И дальше, опять же, на них проводится либо исследование инвитро, либо эти же клетки потом перевиваются животным для создания тех или иных опухолевых моделей. То есть здесь мы уже более приближены к реальной картине опухоли, которая была у пациента. Но хотя, опять же, недолго на протяжении нескольких пассажей, после чего, безусловно, все равно теряются все эти клеточные компоненты, остаются исключительно опухолевые клетки. Но такой вариант тоже возможен. Плюс он технически более сложен, безусловно, потому что перевести опухоль из человеческого, то, что мы отобрали у пациента, в культуру, по разным данным, цифра успеха этого процесса составляет от 15 до 25%. Плюс это может быть очень длительный процесс, который может занять до года. Откуда появилось такое обязательное требование, скажем так, которое сейчас есть, тестировать обязательно все препараты на животных? В 1937 году одна американская компания разработала новую лекарственную форму сульфаниламида, растворив его, поскольку он не растворяется в воде, растворила в диэтиленгликоле, добавила сверху клубничный ароматизатор и в таком виде пустила в продажу. Как потом давали показания и фармацевты, и технолог, и руководители этой компании, не знали они о тактичности диэтиленгликоля, но, тем не менее, последствия, конечно, были печальные, массовые отравления прошли по США, некоторые с летальным исходом, соответственно, это стало таким триггером к тому, что буквально через год, в 1938 году, вышел федеральный закон о пищевых продуктах, медикаментах и косметических средствах, и где было уже прописано обязательное тестирование всех лекарственных препаратов предварительно на животных. Конечно, почему еще у нас вызывает такую хмылку и иронию, скажем так, все вот эти громкие заголовки в СМИ, например, которые мы читаем, когда ученые открыли новое лекарство от рака или какие-то новые механизмы на мышах, но почему же мы потом не видим всех этих препаратов в клинике и используемых у пациентов? Конечно, потому что, на самом деле, рак у мышей лечит достаточно много веществ, препаратов и различных агентов, то есть даже если просто ради смеха, что называется, вбить в подмет какие-то совершенно абсурдные сочетания, вы получите, например, статьи, где пудра из черники или ананасовый уксус так или иначе оказывает токсическое действие на опухоли, на мышиных моделях. На самом деле, действительно, если мы посмотрим на все препараты, то в целом из 100%, например, тех препаратов, которые успешно прошли до клинику, первую фазу пересекут всего 60% от общего числа. Если мы посмотрим для онкологических препаратов, цифра сопоставимая, хотя даже чуть меньше, то есть только 35% успешно преодолеют этот рубеж, а если мы посмотрим в целом на вероятность успеха доползти у этого препарата от доклинических исследований и выйти на рынок, составляет эта вероятность около 8%. То есть на самом деле вся концепция экспериментальных исследований, в частности и на животных, вызывает некоторые ассоциации, например, у меня, со сборной России по футболу, потому что мы понимаем, что, в общем-то, не слишком она успешна, редко она нас радует, а с другой стороны, редко, но иногда она все-таки выстреливает, очень-очень поднимает нам настроение, и в то же время мы понимаем, что и замены-то реально, и не команде, и не отдельным игрокам у нас как бы и нету, поэтому мы работаем, живем с тем, что есть. Вы готовы к публичным потом извинениям, Галина Сергеевна, за такие заявления в прямом эфире? Да. Готовы, хорошо. Если мы посмотрим на эволюцию, скажем так, которая произошла буквально за последние 50 лет, экспериментальных моделей, с которыми работали в онкологии, то от спонтанных и индуцированных опухолей мы сейчас дошли до генетически модифицированных и гуманизированных животных. Конечно, со спонтанными и индуцированными опухолями сейчас практически не работают в чистом виде, поскольку спонтанные, понятно, что можно очень долго ждать, пока у 20 мышей одновременно разовьется одна и та же опухоль, но и химически индуцированная, опять же, мы понимаем, что опухоль, которая спровоцирована агрессивным канцерогеном, она по своей биологии будет сильно отличаться от опухоли, которая развивается как бы в естественных условиях. Но такие опухоли используются сейчас в каком варианте? Допустим, 60 лет назад каким-то канцерогеном спровоцировали развитие опухоли у мыши или у крысы, этот материал отобрали, заморозили и сохранили. То есть, по сути, вот такие биобанки мышиных и крысиных опухолей, они существуют, существуют в России в том числе, мы с ними работаем. То есть, впоследствии просто можно взять эти клетки, перевить их также мышам или крысам, если это модель на крысах, и дальше с ними работать. Но, опять же, это такие были самые ранние этапы, этапы работы с перевиваемыми опухолями. Вот здесь на этой табличке я обобщила, скажем так, удобно посмотреть, из чего складывается любая модель. Понятно, что она складывается из двух ограничивающих нас факторов. Это животные и это опухолевый материал. Потому что если мы, например, возьмем человеческую опухоль и перевьем ее обычным мышам, сохраненным иммунитетом, то мы ничего не получим. Точно так же, как если мы возьмем, например, материал опухолевой мышины, то есть те самые мышины или крысиные опухоли, и перевьем их тем же иммунодефицитным мышам. То есть, да, мы получим опухоль, она разовьется, но зачем идти таким сложным и дорогим путем, когда, собственно, эти самые иммунодефицитные мыши созданы для того, чтобы работать с человеческими опухолями, моделями человеческих опухолей. То, что лежит в основе всех наших исследований, всех наших экспериментальных животных моделей, это так называемые инбредные животные. Что это значит? Что они были получены в результате многократного близкородственного скрещивания, и на выходе мы получаем линии абсолютно генетически идентичных животных. Они никак друг от друга не отличаются. Это позволяет нам отсеять вот этот фактор генетического разнообразия и варьирования внутри одной экспериментальной группы животных, которую мы используем. Это очень удобно. Самой популярной чаще всего используются мыши, например, Бальпси или мыши FVB. Причем эти же животные используются и являются основой для создания в последующем генетически модифицированных, например, животных. Как вот, например, с линией мышей FVB, когда на основании их получается линия мышей, так называемая HER2, с повышенной экспрессией онкогена HER2. Начиная с двухмесячного возраста у этих мышей начинают развиваться опухоли. Как бы спонтанно, но на самом деле это все заранее запрограммировано. Следующий этап, скажем так, в развитии экспериментальных моделей – это иммунодефицитные животные. Опять же, есть такое, скажем так, расхожее заблуждение, что иммунодефицитные животные – это только вот такие вот голые, не очень симпатичные. А вот, например, если мы посмотрим справа, то совершенно абсолютно с сохраненным волосяным покровом мышь, и, казалось бы, у нее все хорошо. Но на самом деле вот такие вот иммунодефицитные мыши с иммунитетом, у них все гораздо хуже, чем у голых мышей. Почему так? Потому что так называемые голые или нюдовые мыши, их иммунодефицит обусловлен мутацией в гене Фоксанадин. В результате у них либо недоразвит, либо отсутствует тимус, то есть у них отсутствуют т-лимфоциты. Но, кроме того, этот ген по совпадению отвечает также за нормальное функционирование волосяных фолликул. То есть фолликулы у них есть, но они просто нормально не работают, поэтому и шерсти у таких мышей нет. Другое дело, мыши, так называемый сцит или нодсцит, это мыши с тяжелым комбинированным иммунодефицитом. Он у них обусловлен мутацией в совершенно другом гене. У них отсутствуют т- и б-лимфоциты, если мы говорим про сцит, а если мы говорим про нодсцит-линию, то тогда у них еще отсутствуют и натуральные киллеры. Поэтому теперь, если вы в статьях будете видеть вот такие аббревиатуры, вы будете понимать, о каких мышах, о каких моделях идет речь. Для чего нужны нам иммунодефицитные животные? Для работы с опухолевым человеческим материалом, поскольку не вызывает отторжения, когда мы им перевиваем такой материал. Изначально, исторически, первым вариантом это были так называемые CDX-модели. Про них мы, наверное, меньше слышали, чем про PDX, поскольку в них используются те самые стандартные клеточные человеческие линии. Они перевиваются мышам, и дальше проводятся, соответственно, необходимые эксперименты и исследования. В чем здесь плюс? Что, опять-таки, мы используем стандартные линии. Одинаковые опухоли появляются у большого количества мышей, которым мы их перевили. Очень удобно работать. Потом высокая вероятность воспроизвести результаты этого эксперимента. Но, как оказалось, эти модели не слишком удобны и не слишком продуктивны в оценке, например, таргетной терапии, которая направлена к конкретным белкам, к конкретным белковым мишеням. Как оказалось, что результаты, которые получаются на таких моделях, совершенно не отражают реального действия таких препаратов. Поэтому другой альтернативный вариант, это, скажем так, более технически сложный, безусловно, но при этом все-таки более репрезентативный, просто потому, что здесь используется человеческий опухолевый материал без предварительного культивирования. То есть берется фрагмент опухоли, определенная с ним пробоподготовка проводится, и дальше это все вводится мышам. То есть мы, по сути, имеем, опять-таки, человеческую опухоль с каким-то человеческим микроокружением и компонентами. И это позволяет на протяжении нам нескольких все-таки пассажей, пока они сохраняются, опять же, изучить, что в ней происходит, или протестировать какие-то лекарственные препараты. Хотя мы понимаем, что через какое-то время все равно человеческие компоненты будут так или иначе замещаться мышинами. Поэтому следующий этап, следующий шаг в развитии экспериментальных моделей стали генетически модифицированные, генетически созданные мыши. Я думаю, многие слышали, да, нокаутные мыши, также есть мыши и нок-ин, так называемые. То есть что происходит? У них в результате направленного редактирования генома на этапе эмбриональных стволовых клеток или на этапе зиготы включают, ну скажем так, включают, да, или выключают те или иные гены, это, как правило, онкогены или онкосупрессоры, или те гены, которые имеют критическое значение в развитии опухоли. И, соответственно, получается, что у таких животных на определенном этапе как бы спонтанно, но на самом деле, естественно, запрограммировано, начинают развиваться опухоли с конкретными характеристиками, с выключенными, включенными конкретными генами. В чем основной плюс этой модели? Что сейчас, в эпоху иммуно-онкологических препаратов, да, это, по сути, единственная платформа, которая позволяет изучать эти самые иммуно-онкологические препараты, потому что у таких мышей совершенно нормальная, интактная иммунная система, да, в отличие от тех, о которых мы говорили раньше, с иммунодефицитом. Например, как это будет выглядеть в статьях, если мы читаем, да, то есть вот здесь вот, опять-таки, я думаю, часто мы видели, вот с P53 на обеих аллелях этот ген выключен, отсутствует, либо же будет сразу написана, да, вот эта аббревиатура, генетически модифицированной мыши, либо, например, вот здесь вообще использовалась модель с сразу тремя выключенными генами, это PRB, P53 и P130. По обеим аллелям мы видим, эти гены выключены. На самом деле, если захотеть, то крупные питомники, которые занимаются разведением животных, созданием таких моделей, для конкретно для вашего эксперимента, для вашего исследования, могут разработать любую генетически модифицированную мышь с выключенными или включенными генами, какие вы скажете. Конечно, это выльется в определенную сумму, но наука требует жертв, и поэтому даже если никто раньше не работал на такой модели, ее, в принципе, не существовало, специально для вас ее могут создать. И, наконец, скажем так, вершина. Это цена, Галина Сергеевна, примерно. Я не знаю, столько нулей я не видела, наверное, в своей жизни, поэтому огромное количество. Можно зайти на сайт, например, Jackson Laboratories, это один из самых известных американских питомников. И P. Jackson вам может создать мыша обыкновенная столовая, а вот Jackson Laboratories вам создает генетически модифицированную. Да, я уже подхожу к концу, скажем так, вершина всех тех моделей, про которые мы говорили, это гуманизированные мыши. То есть здесь сначала за основу берутся, опять же, иммунодефицитные мыши. Им прививается человеческая опухоль, и одновременно у них же формируют определенные компоненты человеческого же иммунитета. То есть мы имеем возможность изучать опухоль от человека на фоне иммунитета или каких-то определенных его компонентов человека, но при этом в живом, нечеловеческом организме. Механизмы создания, разработки таких моделей, они разнообразны, то есть как один из примеров, да, это, например, перевивают под капсулу почки клетки эмбриональной человеческой печени тимуса, иногда еще к этому добавляют, собственно, гематопоэтические стволовые клетки. Ну, здесь приведены вот сразу несколько примеров и путей, как это все можно сделать и создать. Понятно, что технически, опять же, это очень сложно. Кроме того, да, ну, я не упомянула, что понятно, что и иммунодефицитные мыши, и, естественно, вот такие варианты модели, они требуют совершенно особенных условий содержания. Это барьерные виварии с определенной средой, все стерильно, поэтому инфраструктура очень сложная, очень дорогая. И, ну, к сожалению, например, в нашей стране возможности работать с такими животными имеют, ну, крайне ограниченное число вообще организаций, их можно пересчитать по пальцам. И в конце я привела такую картинку, скажем так, на контрасте в сети обсуждения и дискуссий, которые вызывают исследования на животных с разных сторон, из этических, из вопросов воспроизводимости, что, может быть, это такая не слишком удачная платформа, что мы можем от нее отказаться. Но, с другой стороны, например, вот в Англии в одном из городов висел такой плакат от ассоциации исследователей с такой резонансной формулировкой, но, тем не менее, кого бы вы предпочли видеть в живых? Вот слева мы видим мышь, а справа, естественно, человека, а даже еще больше и ребенка. Поэтому, на самом деле, конечно, отказаться от исследований на животных, от этих экспериментальных моделей мы на сегодняшний день не можем и пока не представляется, когда в ближайшей перспективе это вообще может произойти. Спасибо. Продолжение следует...